Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края 5 миллионов рублей. Судом назначено и дополнительное наказание. Сергей Уханов лишел названия полковника полиции. Забайкальский краевой суд на протяжении трех дней рассматривал апелляцию Сергея Уханова, который просил отменить ранее вынесенный ему приговор Центрального районного суда Читы. В премиях сторон Уханов назвал уголовное преследование в отношении него травлей, а его адвокат заявил, что по мнению защиты в отношении Уханова нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Дело в том, что в этих материалах оперативно-рассудной деятельности уровень, помимо этого, повторюсь, помимо моей непричастности к меняемым и инкриминированным преступлением, для прокуратуры Забайкальского края и для других силовых структур будет и содержится информация, которая, мягко говоря, скрывается ими и была озвучена мною сотрудникам Федеральной службы безопасности во время моей служебной деятельности, что это подтверждается. Видно, невооруженного взгляда из материалов уголовного дела, что уголовное дело дважды направлялось в суд. Потому как один из замов прокурора Забайкальского края нигде его подписывал, контроль за ходом следствия не осуществлялся никаким образом. И теперь для того, чтобы просто-напросто оправдать свое бездействие, прокуратура тупо хочет это дело довести до конца. Еще при том, при этом ужесточить доказания судебно-аперетационной инстанции. Я смею заверить вас, что этот кошмар когда-то закончится, когда-то закончится. Никому не угрожаю я, а законными методами, законными методами, я доведу это до конца все и виновные в моей травле и преследования. Законными методами будут представлены к ответственности. Основной папой наших апреляционных жалоб состоит в том, что по мнению стороны защиты и просмотрения уголовных дел было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Напомним, что 9 июня Центральной районы суд Читы признал бывшего начальника ГИБДД Сергея Уханова виновным во вменяемых ему преступлениях и назначил в качестве наказания 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 миллионов рублей. Проходящий по этому же уголовному делу Сергей Ширканов, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве и приговорен судом первой инстанции к штрафу в 800 тысяч рублей с рассрочкой выплаты сроком на 5 лет частями по 13 тысяч 3333 рубля, в ходе премии сторон заявил об оказанном на него давлении со стороны правоохранительных органов во время предварительного следствия. И Уханов и Ширканов, так же, как и их адвокаты, просили суд апелляционной инстанции приговор Центрального районного суда Читы отменить и постановить оправдательный приговор. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забонфору.